Нежданные гости. В центре Караганды появились улитки. Слезняки облюбовали поляну, на которой есть лавочки, много травы и совсем нет воды. По словам очевидцев, такое природное явление происходит ежегодно. С чем оно связано, выясняла Любовь Мартинкевич. Вот, 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 вот. Целая семейство, целая стая. Вот, вот они, целая стая, вот они. Улитки везде, под лавочкой, в траве. Особенно их много на земле, под кустарниками, деревьями. Слезняки расселились на территории Национального центра профессиональных заболеваний и гигиены труда. Эта поляна предназначена для курения. Она же пришлась по душе и улиткам. Сидели у нас здесь курилка, как сказать, и одна улитка залезла на ногу. Я думал, комар, такое ощущение. А она без раковины, раковину оставила рядом. Такое нашествие улиток здесь происходит ежегодно, рассказывают постояльцы стационара. Особенно их много после грозы. Они разных размеров, но практически одного цвета. На людей никак не реагируют. Чтобы понять, что это за существа, нам необходимо их набрать в сосуд и отправить экспертом. Мне посоветовали положить траву, чтобы довести их до специалистов. Они просто твердые. Хорошо, что они не кусаются. На вопрос, откуда появились улитки на территории лечебного заведения, специалисты-экологи ответили не сразу. Улитки в городе в таком количестве явление редкое. Их отличительная особенность – быстрое размножение, несмотря на то, что они медлительны в передвижении. Такое резкое появление большого количества улиток в каких-то частях нашего города – это нормальное явление. Улитки распространены по всему миру. И учитывая обильное количество осадков в последние дни в нашем городе, я думаю, что это и способствовало такому резкому появлению большого количества улиток, потому что они очень реагируют на влажность в окружающей среде и поэтому вылезают при ее появлении. И когда, конечно, количество влаги в их окружающей среде снижается, они просто прячутся и снижают, и их активность просто падает. Попасть на эту поляну улитки могли по воздуху. Они легко прицепляются к птицам, а затем размножаются и ежегодно удивляют окружающих своим появлением. В холодное время года они могут прятаться в коре деревьев.